6 ноября 2020 года здравствуйте мои дорогие друзья сегодня у нас в Иерусалиме совершенно прелестная погода настоящий осенний день с пушистыми облаками солнышком которое сквозь облачка проглядывает прошли два довольно сильных дождика так что все такое свежее зеленое ароматное и мне ужасно захотелось взять вас погулять и вот мы с вами сегодня пойдем к Явским воротам через замечательную улицу улица Мамила те из вас кто уже здесь бывали будут рады повидать знакомые места еще раз ну а те кто не бывали увидят и узнают что-то совершенно новое ну что же в путь и вот видим здесь наших сограждан которые явно собираются на демонстрацию идти или возвращаются наоборот демонстрации у нас по-прежнему в стране все довольно неспокойно но мы с вами сейчас не об этом так вот идем мы к улице Мамила по улице Агрон сама по себе она тоже очень интересная но все по порядку да не можем охватить все сразу пока покажу только вот парк с левой стороны замечательный парк независимости так называемый мы его называем парк ворон поскольку здесь очень много ворон в этом парке и очаровательный совершенно есть ручеек мы с вами идем к Мамиле по улице Агрон которая сама по себе очень интересная здесь много старинных домов по правой стороне вот впереди виднеется красивейшее здание отеля ориент это наш исторический отель первый отель вообще в Иерусалиме построенный сейчас называется вальдорф астория а идем мы с вами почему именно так почему именно отсюда я начала нашу сегодняшнюю прогулку потому что здесь слева будет бассейн бассейн построенный еще при Ироде Великом вы теперь уже знаете из наших предыдущих выпусков что бассейн мы называем водохранилище пруды такие для сбора дождевой воды и воды из источников так вот слева мы сейчас скоро с вами увидим такой древний бассейн построенный при Ироде Великом и вот с него я хочу начать рассказ об улице Мамиле по которой мы пойдем сегодня посмотрите как уютно какой мягкий солнечный свет осенний такой совершенно а вот и отель справа очень красивое здание сейчас называется вальдорф астория оно было отреставрировано отремонтировано перестроено не так давно вот поглядите очень красивый дом действительно и сейчас это очень очень дорогой отель а в принципе оставили вполне исторический облик так что примерно так он и выглядел в начале 20 века когда его здесь построили это был первый отель Иерусалима богатые паломники могли вот останавливаться здесь мы же сейчас с вами пойдем вот туда наверх налево и посмотрим на древний бассейн мы с вами свернули чуть в сторону с улицы Агрон и поднялись на территорию старинного мусульманского кладбища почему именно отсюда я хочу начать нашу сегодняшнюю прогулку к Мамиле а вот вот почему здесь находится бассейн древний пруд для сбора дождевой и родниковой воды построены еще при Иероде Великом а может быть и гораздо раньше этот пруд имеет прямое отношение к улице Мамила и к ее истории поэтому я начинаю с него а пока же вы видите мусульманские могилы это старинное заброшенное мусульманское кладбище здесь могилы есть и со времен Саладина 13 века и более поздний 16 века конечно же никто уже сейчас за ними не ухаживает как видите очень много могил разрушено остались только какие-то фрагменты фундаменты возможно у этих могил и были хозяева но после 48 года когда Израиль оказался хозяином этой земли многие уехали арабы бежали палестинцы большинство ну и конечно уже поэтому теперь никто и не помнит и не знает где родственники этих людей здесь похороненных ну а вот и тот самый пруд которому я вас сейчас вела сейчас мы с вами в дырочку пролезем как всегда в любом заборе есть дырка вот такой огромный водоем был построен здесь во времена ирода великого а может быть и гораздо раньше точно мы этого не знаем но знаем что соединены были два пруда этот и бассейн султана помните в котором концертный зал такой под открытым небом мы оттуда делали передачу и разговаривали с вами про театр помните вот так вот эти два пруда были соединены между собой и вода текла по тому месту которая теперь называется улица мамила или называлась раньше район мамила по которым мы пойдем с вами к явским воротам таким образом вода поступала в царский дворец у ирода великого было очень много всяких нововведений новшеств таких технологических того времени и вот как раз таки одно из них было то что в его дворце всегда было обилие свежей питьевой воды поступавший из двух вот этих прудов соединенных один с другим сейчас здесь нет воды но когда пойдут сильные дожди вода здесь накопится и опять же когда-то в прошлые года иерусалимские мальчишки здесь купались и ловили лягушек лягушки бывают но сейчас их нет потому что маловато водички еще ну а мы с вами идем дальше к улице мамила на кладбище так тихо так уютно так нежно пригревает солнышко осеннее него невозможно не остановиться не послушать хоть минутку как поют птицы в прошлогодний миндаль вот эти звонкие птички называются буль-буль это наш палестинский скворец на кладбище как и на всех пустырях в Иерусалиме очень много попугайчиков живет вон смотрите какой красавец ягодками лакомиться на дереве вот уже впереди виднеются стены старого города и отель мамила через который мы с вами войдем в улицу мамила и пойдем к старому городу я буду вам рассказывать об этом очень интересном месте улица мамила что же за мамила такая ну вот скоро скоро узнаете вообще должна сказать вам что осень вот такое время года как сейчас ноябрь самое приятное время для прогулок потому что у нас наконец-то не жарко и были это времена конечно каждый день были мы на работе с паломниками потому что в ноябре больше всего приезжала к нам групп сейчас же совсем никогошеньки нет только местное население ходит вот вы видите все при масках естественно потому что у нас штрафуют за без маски очень здорово и бодро а вот мы с вами сейчас перейдем дорогу и войдем в улицу пока же вы видите сам отель мамила он новый современный его построили в 2007 году когда эту старинную улицу этот старинный райончик под стенами старого города превратили в торговую пешеходную зону с множеством магазинов кафушек и если вы когда-нибудь в Иерусалим приезжали к нам то наверняка здесь гуляли наверняка здесь были вот здесь на этой улочке обычно парковали мы с аидом водителем нашим свой автобус большущий белоснежный лайнер и шли с вами к явским воротам ну а иногда некоторые группы могли ходить и ровно так как мы идем с вами сейчас почему потому что в разных отелях то люди жили если жили в отелях например в западном Иерусалиме то тогда как раз отсюда ходили ко гробу господню через эту улицу а вот если жили в старом городе или в восточном Иерусалиме тогда нет тогда наоборот из отеля могли ходить в город вот так этой дорогой ну вот видим с вами фотосессию художественную и видим с вами уже старинные здания район мамила был построен 19 веке здесь были жилые дома здесь жили наши арабы палестинцы здесь был большой большой храм скоро вам его покажу католический но история этого места гораздо более древняя естественно чем 19 век сама вот эта часть по которой мы с вами идем сама вот эта улица которая теперь называется улица мамила это по сути дела окончание долины гейном помните про долину гейном рассказывала обязательно сделаю видео потому что у нас с вами был стрим помните же прямой эфир и не очень может быть удачный из-за интернета ну вот так вот это окончание долины гейном и вот по этой долине текла вода как я вам уже говорила в бассейн султана зимой естественно когда открывались сильные ливневые дожди да переполняли тот бассейн и вода текла здесь была водотечь устроена в 614 году 7 век персы захватили иерусалим и как рассказывают наши христианские хроники евреи в отместку за многовековое христианское владение иерусалимом казнили очень много христиан казнили их вот в этом самом бассейне бассейне мамила с которого мы с вами начали нашу сегодняшнюю прогулку и хоронили этих христиан здесь вот в этой долине здесь была водотечная водотечь была же под землей соответственно по поверхности земли было много погребальных пещер по склонам долины и вот здесь хоронили христиан поэтому впоследствии когда персов уже прогнали здесь был построен большой храм храм который как предполагают носил имя мученика вавилы был такой мученик некомедийский вавила пострадал он в начале в конце 3 начале 4 века и он был старцем священником у него было 84 ученика мальчика которых он учил вере христовой и вот все они вместе пострадали и говорят что арабы храм в честь мученика вавилы постепенно стали называть мамила и вот так возникло название этого места это этой долины этого впоследствии жилого района который здесь возник прямо у стен старого города кстати есть раскопки этого храма правда недоступные для нас но археологи знают об их существовании они находятся под фундаментом подземный парковки вот этого торгового комплекса этой торговой улице мамила ну а мы с вами видим здесь большое количество всяких магазинчиков ресторанчиков сейчас естественно все по причине коронавируса закрыта но когда была открыта здесь были очень дорогие магазины то есть это можно смело сказать самая такая дорогая улица во всем иерусалиме но что здесь интересного продавали ну вот в частности магазин ахава это косметика мертвого моря знаменитая вот художественная галерея с весьма странными прямо скажем произведениями искусства но на вкус и цвет товарища нет может быть кому-то и хочется иметь дома вот такую скульптуру например вообще на мамиле всегда были выставки искусства разные всевозможные вот последние видимо до коронавирусная так и осталось пока что стоять вот эти все скульптурки они продаются за очень большие конечно нули и цифры это наши местные художники такой вот изготавливают вот такие вполне приятные бабушка с дедушкой здесь магазин манго магазин одежды видите все все закрыто впереди меня идут наши соотечественники с вами русскоязычные израильтяне которые тоже так вот приехали погулять пятница вечер это выходной день уже никто сейчас не работает и вот люди некоторые любят вот так побродить погулять вот вам еще предмет искусства девочка со скакалкой и вот мы с вами подходим к самому красивому самому главному зданию этой улице сейчас я вам его покажу вот посмотрите какой необыкновенной красоты католический храм он был построен в 1884 году это монастырь женский святого винсента де поля и здесь же был приют и школа для девочек и жители вот этого района мамила до 48 года естественно те кто были католики ходили сюда молиться это здание и сейчас монастырь и школа по прежнему она не открыта для посещения сторонними людьми но тем не менее любоваться снаружи мы можем конечно необыкновенно красиво и нельзя не сказать о двух этих елочках которые вы здесь видите это вовсе не елочки новогодние хотя очень похоже это араукария мексиканское растение которое очень любят сажать в израиле в садах парках вот одинокая каменная девушка за столиком сидит скульптура никого больше нет кафе и рестораны все сплошь опустили орел вот такие скульптуры это все продается то есть эти скульптуры специально рассчитаны на богатых американских туристов которые могут 10 20 30 тысяч долларов заплатить за произведение искусства из израиля где сделаны израильскими современными художниками и поставить у себя где-нибудь в своем доме там в америке украсить этим свою гостиную ну что же было и времена и покупали да было все так и было но сейчас конечно совсем по-другому здесь торговый центр сделаны из очень красивого жилого дома вот так в таких домах до 48 года жили люди 48 по 67 год здесь проходила граница здесь проходила граница между той частью иерусалима которую контролировал израиль захватил израиль и той которую контролировала иордания и конечно очень многие дома были разрушены иорданскими ракетами поэтому народ отсюда эвакуировался из 48 года начиная дальше район стоял в руинах собственно говоря много-много-много лет и вот не так давно в двухтысячных только лишь стали его ремонтировать перестраивать и превратили вот в такую улицу в жилых домах теперь размещаются кафе и магазины что-то перестроили что-то законсервировали превратили вас в такую пешеходную улицу у нас две пешеходных улице самых известных в иерусалиме это бенегуда и вот собственно мамила ужасно приятно вот так вот гулять под пасмурным небом они под палящим солнцем кафушки хоть и закрыты но все равно очень уютно поглядеть на них раньше здесь паломники наши очень любили посидеть попить кофе а мы местные любили вот в этом кафе любили здесь посидеть после службы воскресной здесь часто можно было видеть и арабов после службы каждый в своем храме иногда собирались здесь попить кофе здоровались приветствовали друг друга всегда было ужасно приятно уютно в иерусалиме же воскресенье рабочий день а здесь ощущалось воскресенье то что вот мы не работаем мы сидим пьем кофе после службы еще один магазин одежды здесь очень дорогие магазины мы местные здесь покупали одежду весьма редко только когда какие-то скидки бывали особые а так в принципе и вот уже впереди мы видим с вами лестницу по которой мы сейчас поднимемся и уже все из вас увидят знакомые места даже те кто не бывали потому что тысячу раз видели и в моем блоге и в других вот она и лестница которая из района мамила с улочки мамила выводит нас с вами прямо к старому городу ну вот мы сами поднялись по этой лестнице и пришли к стенам старого города к самым-самым явским воротам как вы видите деревья стоят без листьев потому что у нас в иерусалиме сажают довольно много деревьев которые европейские и они на зиму сбрасывают листики так что вот этот вид ветки без листьев и стены самая такая наша можно сказать иерусалимская осень ну и отсюда конечно нам с вами открывается вид потрясающий от ворот на западный иерусалим и на западе мы видим тучи помните из мастер и маргариты мгла пришедшая со средиземного моря покрыла ненавистный прокуратором город всегда тучи и облака приходят к нам с запада от средиземного моря ну вот через явские ворота можно пройти в старый город в храм гроба господня храм кстати открыт для посещения к самому гробу господню приложиться к сожалению нельзя но голгофе там не помазание можно службу правда тут при закрытых дверях но хотя бы так уже тоже хорошо я же была счастлива поводить вас сегодня по иерусалиму вы знаете вообще вот для нас гидов это такая радость что сейчас можно показывать вам наши города любимые без туристов без обилия народа вы можете все рассмотреть вы можете почувствовать атмосферу можете погрузиться вместе с нами это потрясающе что не спины людей у вас да постоянно перед глазами и вот у нас на топусе будут два замечательных совершенно события в прямом эфире которые я всячески приглашаю вас не пропустить в субботу завтра в 15.00 по москве будет лекция христианские святыни италии от нашей марии шургиной подробности читайте на странице прямой эфир эта лекция уникальная потому что мария хватит на буквально все самые главные места и покажет нам их с вами в воскресенье же вас ждет онлайн экскурсия то есть экскурсия прямом эфире от нашего нового автора от экскурсовода из чехословакии это гид александра петрикова на лицензированный гид по праге и александра возьмет нас смотреть осеннюю прагу гулять по осенней праге по самой главной и исторической части это высший град это их как бы старый город необыкновенно красиво я уже видела немножко кусочки видела фотографии но это будет прямой эфир то есть это будет живая прогулка в прямом эфире в 16 часов в воскресенье не пропустите два этих события эти лекции и экскурсия как всегда бесплатные но естественно что каждый из вас по мере сил кто может кто желает поблагодарите авторов если вам понравится потому что сейчас конечно положение гидов остается безнадежным смысле работы и поверьте это очень очень трудно но мы бодримся мы держимся мы с вами хотя и в онлайн режиме мы хотим делиться с вами родными местами делать то что мы любим и умеем я вас всех обнимаю желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра на лекции марии шургиной христианские святыни италии ссылочка здесь переходите почитайте подробности не пропустите время московское